Всем привет! Мы продолжаем нашу серию видеороликов о том, как надо карвить на сноуборде. И сегодняшняя тема наша это заклоны. Это очень классный прием, который позволяет нам поставить доску на очень большой угол закантовки. И для того, чтобы мы их разобрали, нам поможет наш второй инструктор, это Маша. Маша, привет! Привет! Да! Так, и для начала мы должны разобрать заклоны на месте. Как они делаются, какие у них акценты, на что надо обращать внимание, чтобы он был правильный и эффективный. Для этого вам понадобится ваш товарищ или друг, который вас может подстраховать на месте. Окей? Сегодня это я, а Маша будет показывать заклон. Ну, давай начнем. Для того, чтобы вы правильно понимали, заклон на фронтсайде и бэксайде немножко отличается. И вот сейчас мы это вам и продемонстрируем. Так, будем забрать фронтсайд заклон. Да? Смотрите. Любой заклон сначала начинается с небольшой закантовки стопой. Потому что если вы на дрифтовую закантовку нагнетаете большой заклон, то он будет приводить к большему срыву доски. Да? А нам нужна резаная чистая дуга. Хорошо. Итак, мы начинаем смещаться относительно доски прямо внутрь поворота. Да? И увеличенный заклон, видите, увеличим закантовку. При этом стопа должна быть обязательно очень напряжена в постоянный весь свой поворот. Сейчас вот Маша нам покажет, что происходит, когда стопа расслаблена. Видите, да? Заклон разрушается, закантовка сразу опадает, да, он становится очень маленькой, доска стремится в дрифт. Поэтому стопа всегда напряжена, смещение достаточно сильное. Чем выше скорость, тем сильнее вы должны смещаться в поворотах. Во время фронтсайз заклона вы не должны наклоняться и смотреть на то, как что происходит у вас под ногами. Это приводит к тому, что... Давай попробуем заклончик. Да. Это приводит к тому, что если вы будете смотреть вниз, вы сразу открячиваете немного попу, да, и закантовка уменьшается. Здесь нужно позаботиться о другом, что мы бедра немного выводим вперед, опять-таки увеличивая закантовку, да, и стараемся их не отводить назад. То есть выводим их вперед и добавляем заклон. Бэксайз заклон делается с небольшим разворотом на нос сноуборда, да, для того, чтобы наши плечики выравнились вместе с закантовкой и были примерно под одним углом склона. Вот сейчас так и посмотрим, как это происходит. Итак, вот отклонение. Опять-таки стопа напряжена. Вот если Маша расслабит стопу, да, видите, сразу происходит разрушение закантовки. Мы должны всегда держать под напряжением наши носочки в ботинках, да, чтобы удерживать доску. У нас сначала на небольшой закантовке, которую мы, нагнетая заклон, увеличиваем до такой достаточно большой. Давай еще разок попробуем. Оп. И закладываемся в поворот. Здесь важно удержать заклон плеч такой же, как закантовка доски. То есть они должны быть параллельны, примерно вот так. Окей. Хорошо. А основные ошибки здесь, к сожалению, случаются именно в бэксайд-заклоне. Они бывают такие. Когда наша голова пытается сохранить взгляд в горизонт, да, она немножко нас компенсирует, и мы начинаем сгибаться в теле. Вот, например, сейчас Маша нам покажет, да. То есть заклон становится вот таким, да. Для этого нам нужно обязательно поднять голову. Головы и глаза должны быть наклонены куда мы поворачиваем, да. И большой акцент уделяем вот этому плечу. Если мы его чуть-чуть поднимем, нас сразу выравнивает. А первое упражнение – это уже знакомые вам пол-поворота. Мы немножко разгоняемся вниз по склону и стараемся удержать положение заклона до закрытия всего поворота и заезда наверх. Вот мы попробовали заклон в финальной части поворота. И теперь мы должны прорезать весь поворот в заклоне. Для этого используем упражнение полтора поворота. Это разгон, закрытие и прорезание всего поворота в заклоне. Поехали пробовать. Итак, как вы видите, заклоны достаточно простые для освоения. Важно выбрать правильный склон, двигаться на маленькой скорости и держать правильную позицию. После того, как вы ими овладеете в достаточной мере, ваша закантовка будет расти-расти, ведение будет более резным, более чистым. И в конце концов вы придете к тому, что ваша скорость вырастет до предела, что вам придется использовать какие-то разгрузки. Иначе вас будет выкидывать из поворота. А разгрузки у нас впереди, так что оставайтесь с нами. Смотрите следующие наши обучающие видеоролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!